Привет друзья, с вами Сантей, продолжаем мы играть во вторую готику. В этом видосе я продолжу выполнять основной квест 7 главы, война с орками. Так как дальше все задания будут переплетаться, я буду выполнять их одновременно. Дальше я буду выполнять квесты хранители, могущественные покровители орков и странные вещи. Друзья, огромное спасибо тем, кто поддерживает канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. В 7 главе у Пиракара можно будет спросить за хранителей. Хранители вовсе не миф. Я лично повстречал одного из них в храме Эрдората. По правде говоря, мне в это очень трудно поверить, ибо никто до этого времени не встречал их в этом мире. И что же хранителю было нужно от тебя? Он хотел убить меня. Убить? Это достаточно неожиданный поворот событий. Перед тем, как атаковать, хранитель поведал мне их истинный смысл появления в этом мире. И, по всей видимости, мое присутствие здесь может помешать им осуществить задуманное. И каков же их замысел? Они хотят уничтожить всех богов, а вместе с ними и все остальное в этом мире. О, милосердный Иннос! Но как такое может быть? Зачем им это делать? Хранители полагают, что извечная борьба между Инносом и Белиаром несет лишь одно разрушение и хаос в этот мир. К тому же, нельзя так же забывать и о борках. Ах да, еще эти чертовы орки. Мы даже с ними справиться не можем, не говоря уже об этой новой угрозе. Ты еще не знаешь того, что сами хранители помогают этим тварям. Именно с их помощью они хотят уничтожить людей и тем самым еще больше ослабить силу богов. И вот почему все усилия паладинов в войне с ними так тщетны. Что? Только этого нам еще не хватало. Все повернулось против нас и кажется, этот мир действительно обречен. Я что-нибудь придумаю. А что тут можно придумать? Все наши усилия будут напрасны, если уж сами хранители жаждут нашей смерти. У тебя есть какие-нибудь мысли насчет того, как нам одолеть хранителей? Единственное, что мне сейчас приходит в голову, так это обратиться к древним рукописям, что хранятся в тайной библиотеке монастыря. Но мне понадобится некоторое время. По меньшей мере, два дня. Ждать не нужно. Спрашиваю сразу. Тебе удалось что-нибудь выяснить насчет хранителей? Да. Я исследовал несколько древних рукописей касательно этих древних созданий и пришел к выводу, что их все-таки можно уничтожить. Точнее будет сказать, не уничтожить, ибо они бессмертные существа. А просто лишить их части божественной силы, дабы потом изгнать из этого мира. И как же нам это сделать? Возможно, как раз именно тебе удастся отыскать какую-нибудь зацепку во всем этом. Ведь не просто так хранители хотели убить тебя. Выходит, что ты для них тоже представляешь серьезную угрозу. А значит, пока ты жив, у нас есть призрачный шанс на спасение. Если в седьмой главе атаковать какого-нибудь орка в Хоринисе, то вы получите разряд молнии и квест «Странные вещи». После чего в дневнике появится запись, что орков защищает какая-то магия. Говорю об этом Пирокару. Стали происходить довольно странные вещи. Какие именно? Недавно, когда я попытался атаковать одного из орков, в меня ударил сильный разряд молнии, чуть не убивший меня. Это действительно крайне неожиданно. Я даже и не знаю, что тебе сказать на это. В любом случае, постарайся пока обходить стороной патрулей орков. После того, как вы поговорите с Пирокаром и договоритесь со всеми фракциями, чтобы они приняли участие в войне с орками, 381-й видос, ссылка появится сверху. На ферму Анара начнут стягиваться войска. Если у вас на ферме Анара никого нету, нужно перезагрузить локацию Хоринис. Для этого телепортируйтесь на любую другую локацию, поспите там немного и телепортируйтесь обратно. Или же просто можно сохраниться, выйти из игры, а затем загрузиться заново. Хе-хе, вы только посмотрите на это. Грех Паладин. Блин, я как увидел это, так долго смеялся. Просто ору от этого. Ну что, доспехи не жмут? А ты все остришь, шутник? Нет, они мне в самый раз. И, кстати, хочу поблагодарить тебя за то, что убедил меня тогда принять предложение Паладинов. Теперь у нас есть чем набить себе брюхо, а в наших карманах завелись звонкие монеты. Хотя, конечно, теперь нам всем в скором времени придется сражаться с орками. Ну, думаю, это мы как-нибудь переживем. Не могу поверить мне. Дальше говорю с лордом Хагеном. Ты сейчас здесь командуешь? Нет, не я. По общему решению большинства, командование над всей нашей армией было передано в компетенцию генерала Ли. А что на это скажут твои люди? Ничего, поскольку я целиком и полностью доверяю Ли. А им этого вполне достаточно. Дальше говорю с Ли и беру у него квест «Могущественные повелители орков». Эй, ты! Ты теперь здесь всем командуешь? Я руковожу обороной нашей фермы и всеми теми людьми, которые изъявили желание сражаться против орков. Я сражался с орками практически во всех уголках Миртаны. От холодных гор Нордмара до знойных пустынь Варанта. Постараюсь и в этот раз не подвести своих людей. А я могу поучаствовать в этой битве? Конечно. Хотя у меня были немного другие планы на твой счет. Но, конечно, ты можешь принять участие в битве, если сам этого захочешь. Что насчет участия в битве? Скажу сразу, что просадка фпс будет жуткая, но битва зрелищная и наверняка вам будет охота посмотреть на нее. Поэтому, конечно же, я буду в ней участвовать. Конечно. Я приму участие в битве с орками. Ну хорошо. Это твое решение. Тогда мне надо подумать, в каком отряде ты будешь сражаться. Но прежде нам надо обсудить с тобой одну небольшую проблему. Не сочти меня сумасшедшим, но на мой взгляд оркам помогает какая-то неведомая сила. Ты в этом уверен? Я не знаю, как и чем это объяснить, но у нас уже была пара стычек с этими тварями. И большинство из них было практически невозможно убить. Как будто они все вдруг стали бессмертными. В свете предстоящего сражения этот факт меня очень сильно беспокоит. Поэтому я хочу, чтобы ты разобрался с этой проблемой и как можно скорее. Хорошо. И с чего мне начать? Поговори с Пиракаром. Возможно, он подскажет, откуда стоит начать поиски. Ладно. Я отправляюсь к нему немедленно. Ли сказал, что прежде чем начать битву, нужно как-то решить проблему с бессмертием орков и нужно попробовать спросить совета у Пиракара. Иду к Пиракару в монастырь Иноса. Я... Меня прислал Ли в последней стычке с орками. Он обратил внимание, что некоторые из них были почти неуязвимы. Это его очень беспокоит, поскольку у людей в таком случае не будет ни единого шанса против орков в предстоящей битве. На мой взгляд, это все звенья одной цепи. Наверняка и тут не обошлось без вмешательства со стороны хранителей. Однако ты должен понимать, что хранители это все-таки божественные создания. Они настолько же могущественны, насколько и тщеславны. Так что вряд ли они снизойдут до того, чтобы самолично явиться в этот мир, чтобы начать помогать этим зеленокожим тварям. Тогда каким образом они помогают оркам? Возможно, посредством своих слуг в этом мире. Например, каковыми в свое время являлись драконы в долине рудников. Магическая аура, окружавшая эти древние и могущественные создания вполне бы могла сделать орков еще более сильными и опасными врагами. Что же это за существа? И где их найти? Извини, но я не знаю ответа на этот вопрос. Попробуй его поискать в другом месте. Пирокар предположил, что во всем замешаны хранители. И что божественную ауру оркам дают какие-то существа, которых хранители прислали в этот мир. Но где искать этих существ, Пирокар не знает. Единственный, кто может помочь мне в этой ситуации, это Нетбек из лесного лагеря в долине рудников. Что твой бог знает о хранителях? Что же? Тогда я отвечу на твой вопрос. К сожалению, его власть в этом мире не столь велика, чтобы противостоять могуществу самих создателей. Но несмотря на это, ему вполне по силам оказать помощь тому, кому самой судьбой уготовано бросить им вызов. И кто же на такое способен? В этом мире существует только один человек, от чьих действий зависят судьбы богов. Ты сам. И как твой бог мне поможет? Он подскажет тебе, как подготовиться к битве с этими древними созданиями. Хорошо. Что именно мне надо делать? Для начала тебе следует обратиться к самим богам. Проси их наделить тебя своей божественной силой и могуществом. Уверен, что любой из алтарей или какое-либо священное место, отмеченное их знаком, вполне для этого подойдет. Это не так сложно. Что дальше? Тебе будет необходимо создать особое магическое оружие, коим ты захочешь сразить хранителей. Поскольку обычное оружие смертных или магии рун вряд ли смогут им навредить. Хранители, помимо своей божественной сущности, также являются созданиями различных форм стихий. Поэтому вначале тебе придется отыскать несколько очень редких артефактов, содержащих в себе истинную структуру каждой из них. Ну а после ты должен будешь каким-то образом вложить всю их силу в выбранную тобой руну или клинок. После того, как ты получишь благословение богов, я подскажу тебе, где именно их искать. Как скажешь? Что-нибудь еще? Ну и последнее, что тебе понадобится, так это отыскать сам путь в священную обитель хранителей. И с этим, по правде говоря, я уже не знаю, как быть. Это как раз не проблема. Кажется, у меня где-то была руна телепортации, ведущая прямо в их логово. Правда? Ну, если так, то тогда тебе осталось выполнить только первые два условия. Дальше спрашиваю за бессмертие орков. Кажется, хранители покровительствуют еще и оркам. Ты что-нибудь знаешь об этом? Недавно нам вновь пришлось иметь с ними дело. Мне показалось, что их окружила какая-то могущественная защитная аура. По правде говоря, я не знаю, с чем это связано. Мой бог помог мне и в этот раз совладать с этой угрозой. Однако, я готов с тобой согласиться, что сами орки никогда бы не смогли использовать подобную магию. Возможно, тут действительно не обошлось без вмешательства каких-то древних сил. Нам надо как-то найти и уничтожить источник этой магии. Иначе у людей не будет ни единого шанса противостоять оркам. Ведь твой бог не сможет защитить их всех. Да, ты прав. Он не столь могущественен, как остальные божества этого мира. Тогда пускай хотя бы поможет мне отыскать это древнее зло. Если уж на большее не способен. Я попрошу его помочь. Но для этого потребуется некоторое время. Как раз времени у нас сейчас нет. Так что лучше поторопи своего друга. Приходи завтра. Я попробую выяснить, что явилось причиной могущественной магии орков. Некбэк сказал, что по поводу могущественной магии орков он ответит завтра. Ну а мы сделаем это уже в следующем видосе. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.